По желанию Господу, как мы являемся сами свидетелем того, что как наши гуру варга, они идут из дома в дом, от двери в двери и проповедуют принципы Бхакти. То, что приноши читания Махапрабху, распространяют эту милость. Как же читания Махапрабху, он дал благословение на проповедь распространения святого имени Шинитинадапрабху и Харидаса Такура, которые проповедовали в Новодави Бетхаме. Для того... Наши гуру варга, они проповедовали широко, шли от двери к двери и передавали послание Господу. Господа, что такое дживадоя? Это милость, которая даруется дживам, это материального мира. Шипарикшит Махарадж, он уже был готов к тому, что он через неделю должен был оставить этот мир. И поэтому, Шипарикшит Махарадж из глубины своего сердца, он молился локосным стопам Господа, о мой Прабху, векали йоге, очень трудно заниматься духовной практикой. Пожалуйста, дай мне такую возможность, чтобы я в этот маленький промежуток моей жизни не забывал твоих локосных стоп, слушал Харикадху и совершал киртан в твою славу. Таким образом он молился. И поэтому Шишукадевка с вами пришел. И далее обсуждались возможные вопросы, связанные с тем, чем Прикшит Махарадж должен был заниматься. Но когда Шишукадевка с вами пришел, по милости Господа, из-за того, что Шипарикшит Махарадж имел чистосердечное желание в эти оставшиеся ему дни полностью посвятить себя служению Господу, по этой милости Шишукадевка с вами пришел. О Прикшит Махарадж! И затем Прикшит Махарадж задал вопрос, Шишукадевка с вами, не для себя лично, а для блага всех живых материального мира. И поэтому, каким образом можно совершать преданное служение для того, чтобы освободиться от атаков этого материального мира, подобно как Арджун? Арджуна иногда казалось, что в лилах, связанных с Господом, он находился в некотором заблуждении, когда он хотел отказаться от своих шатрийских обязанностей, он не хотел воевать, он не хотел, чтобы это сражение Махабхараты произошло. И казалось, что Арджуна находился в заблуждении. И почему это происходило? Это происходило для того, чтобы Шипарикшна ударовал учение, которое явилось в Багавадгита, для блага всех живых этого материального мира. Поэтому люди в этом материном мире тяжело трудятся в течение всего дня для того, чтобы заработать деньги. И таким образом они проводят практически все время, а в остальное время они хотят наслаждаться плодами своей деятельности, удовлетворяяя свои чувства, и всегда несчастливы, и всегда страдают в материальном мире. Это и в конце концов, когда приходит время, и они приходят к тому, чтобы совершать Баджа, но они не в состоянии этого сделать, потому что они никогда не практиковали преданное служение. И таким образом тратятся жизни, которые совершенно не имеют смысла. Почему? Потому что наши вечные взаимоотношения с Господом, наша конституционная природа души, то, что мы являемся не Кришнадас, если мы это не используем в течение нашей жизни, то у нас нет никакого шанса заниматься этим. Вот в этом стихе, какие вопросы мы должны задавать себе, кто я, кто такой Господь, и каковы мои вечные отношения, для чего я пришел в этот материальный мир, и какова цель моей жизни. Каждый разумный человек должен задавать себе такие вопросы. Вот в этом Кирте они говорятся, кто я, почему я пришел в этот материальный мир. И когда придет момент, я умру, что со мной произойдет дальше. Эти вопросы должен задавать каждый разумный человек этого мира. Поэтому Шаранга Господи Махарадж, день ухода которого празднуем сегодня, он тоже написал в Киртан, в этом Баджане он обращается, все моя жизнь, моя жизнь, она не имела никакого смысла, подобно животному, животному, которые имеют свои принципы существования. Таким образом, я существовал, совершенно бесцельно проводя время. Я не мог реализовать, для чего я пришел, и в чем заключается смысл моей жизни. И только по милости моего духовного учителя, который милостиво пришел ко мне в форме концентрированной милости Господа, я смог реализовать, что действительно является, конечно, целью моего существования. Не только просто зарабатывание денег, перечисляются эти принципы, которыми руководствуются живы в этом материальном мире. Человеческая форма жизни настолько редка, и тот, кто обретает ее, он очень удачный. Но все, он не использует эту редкую форму жизни для служения Господу. А какая же польза? Поэтому Шишкадево Госвами обращается к Парикшиту Мухараджу. И он говорит о том, что удивительное в этом мире, то, что всех приводит совершенное изумление, когда слышат о том, что кто-то умирает, с кем-то что-то происходит, но каждый, у каждой считают, что с ним этого никогда не произойдет. Почему? Потому что на уровне бессмертия души, даже мы, находясь за телесвестной концепцией, мы никогда не думаем, что мы умрем. Точно так же, как и Киштира Мухараджи отвечал на вопросы, на вопросы Якши, который задавал такие же вопросы, что удивительно в этом материальном мире. Когда Киштира Мухараджи ответил на этот вопрос, и на другие, таким образом его братья ожили. Тогда, когда эта история произошла, они все пандовы были отравлены, и Киштира Мухараджи ответил на вопросы этого Якши. И там также был вопрос, связанный, тот, кто... Наша вся жизнь, она как бы является тем экзаменом, который мы должны сдать перед тем, как оставить этот мир. И в каком состоянии Духа мы будем находиться, в каком мы окружении будем находиться, это определит наше следующее, следующее воплощение. Господь, Он является Сачитананда, и также Джива, совсем кружечная частичка Господа, она обладает Сачитанандой, то есть вечным существованием, вечными духовными знаниями, и блаженством, которые присущи нашей Душе. Но из-за того, что она покрыта грубым и тонким телом, находясь под тройственными страданиями, под действием гонматеральной природы, мы совершенно забыли о своем трансцендентном положении. Как кунте моей, как она молила Господа, «Мой Господь, пожалуйста, даруй мне все больше и больше проблем, чтобы я никогда, ни на мгновение не забывала о Тебе». Почему? Потому что вы ничего не можете взять с собой, когда вам придется ставить этот мир. Только Кришна Бхакти, то, что вы реализовали, что вы совершили в служении духовному учителю и лотосным стопам Господа, это останется с вами, как тот духовный багаж, который никогда не сгорит. Поэтому, если вы желаете обрести бесстрашие, что вы должны делать? Вы должны определить свою конечную цель, что в действительности является важным, и что заключается в трех вещах. О том, например, как гьяны, они обретают даршин Господа определенной практикой, йоги, они обретают даршин Господа, следуя другой практике, и как багты, они обретают божественную любовь к Господу, следуя по пути багты. Вот эти эти практики, которые существуют, Парикшит Мохарадж спросил, Шукадава Господа, в чем заключается обязанность жива этого мира? И тогда Шукадава Господа ответил, что все йоги, мони, тот, кто желает обрести милость Господа, самый очень некудоступный путь следования, это харинама сан-киртанам. Виккали йоги это единственный способ, единственное духовное правило, которым должны следовать. В чем заключается слава харинама? Почему киртанам является самой возвышенной частью багты? Почему? Потому что там не считается время, место, обстоятельства. в любом состоянии никаких правил прописания не существует для воспевания святого имени. Иначе, если бы были правила, которым должны были следовать, то тогда мы не смогли бы повторять постоянно святые имена. Поэтому в любой ситуации, в которой бы вы ни находились, в любом положении, чтобы чем бы вы ни занимались, вы можете повторять, воспевать славчайшие имена Господа. Поэтому в любом случае постоянно совершайте намасан-киртан, независимости от места, времени и обстоятельств. Также объясняется вот это в этом стихе, во втором стихе Шикшаштакам объясняется, что Господь вложил все свое шакти, все свое могущество, всю свою сладость. Он вложил святые имена, но я настолько неудачлив, что, зная об этом, я не развел никакой привязанности к повторению святых имен. Я настолько неудачлив, что, зная о славе святого имени, я не имею никакой привязанности. Шикшаштакам Махарбу настроения и смирения он выражает это особое состояние по отношению к воспеванию святого имени. Махарбу святого имя святого имени «Красаву» «Красаву» Поэтому тот, кто воспевает святое имя, находясь в совершенном состоянии счастья и покоя, конечно, вы сможете обрести большой результат. Но даже если кто-то один раз услышит или даже повторит святое имя в настроении не совсем, но все равно Святое имя настолько могущество, что оно принесет духовное благо. А сейчас Туласи Даса продолжит рассказывать Харикатху. Прежде всего я хотела предложить свои смиренные Дадавад Пранамы лотосным стопам моего духовного учителя Чище Мадбак Тиведа Тащила Мадбак Славим Мухараджо. И также мои бесчисленные Дадавад Пранамы присутствующему здесь Ходжи Пачидара Мухараджо всем собравшимся преданным. Мои низкие поклоны. Славим Мухараджо. Рассказывается, что по милости Параша Муни и также Калавати Деве Он пришел в материальный мир. И однажды, сидя на берегу Сараслати, он был очень беспокоен. В это время Шинараджи Риши пришел. Шинарада Риши Он всегда там, где воспевают святые имена, прославляя на вине божественные качества Радхи Кришна. Он путешествует повсюду. Он, зная сердце своего ученика, он, по этой причине, он пришел и спросил, «Почему ты так опечален?» Он ответил, «О Городев, я написал в Священное Писание, я написал 17 Пуран, и также очень много упанишат и так далее, но я не чувствую удовлетворения. И почему? Потому что я чувствую себя совершенно неудовлетворенным. Что же мне делать? Вы знаете, что здесь появится история об одной Валмекирише, когда он увидел, как одна птица погибла, а другая, испытывая очень сильную разлуку, как это бывает, между и видя это Валмекирише, он очень расстроился, видя эту боль, боли от птиц, и он птиц, и пришел тогда Шинараджи Риши, и он спросил, что с тобой произошло? Он сказал, что я не могу видеть такого же сердечного отношения, этого насилия. И находясь в этом особом состоянии по милости Шинараджи Риши, он написал Рамойну. То же так же Шинараджи Риши, он пришел к Шивесадеву, и спросил, в чем же причина твоего неудовлетворения? И вы знаете, он далее Нараджи Риши сказал, почему? Потому что ты не описал прекрасные, прекрасные лилы, связанные с Кришной, и так же не превосгласил, что он является верховной личностью Бога. а затем он так же поведал историю своей собственной жизни, что он является Даси Путра. То есть сыном служанки. Моя мама, она служила, и я так же всегда находился рядом с ней. Нараджи Далия продолжил, я был очень большую веру обрел в святых, которые пришли на место во время сезона дождей, в Чатурмасе, в нашу деревню. Моя мама лично служила им, и когда я по их разрешению первый раз принял остатки их пищи, я испытывала такое состояние непоколебимой веры в лотосный стоп этих святых, и когда сезон дождей закончился, я хотела отправиться с ними, но они ответили, я должен остаться со своей матерью, и они дали мне мантру, как и Шинара Дариши он обрел, каким образом он обрел веру, и затем в акте, все зависит от общения, находясь в Садусанге, это является источником этого, того, что Шинара Дариши он обрел эту веру и желание служения Господу, таким образом он подчеркивает Садусанга, почему без Садусанга, без святых, без уточных стоп духовного учителя, и без следований наставления, находясь в Садусанге, невозможно обрести эту непоколебимую веру и большое вдохновение следовать всем принципам бхакте. Кто, кто следует Барнашрама, Тварами, но тот, кто покидает Барнашрама, он оставляет родителей. И если он желает следовать в Иди Бхакти или же Раганога Бхакти Но если вдруг он отклоняется от пути и не заканчивает этот преданный путь Путь достижения цели Но все равно он не теряет Он в следующем воплощении продолжает заниматься тем На чем он остановился в прошлом своей жизни Но тот, кто, например, следует только в Арнашрам Адхарме И он оставляет принципы Арнашрам Адхарме То он ничего не обретает, он все теряет Тот, кто следует только в Арнашрам Адхарме И если он не совершает Бхакти Нет вкуса, трансцендентного вкуса к слушанию Харикаты И исполнению всех принципов Бхакти То какой смысл следовать в Арнашрам Адхарме И поэтому Шинара Дариджи, он, следуя наставлению святых Он продолжал преданный путь И он далее рассказывая Вьясадеву о том, что произошло Однажды мама пошла, чтобы подоить корову И на пути змея укусила ее И на тот же же оставила тело После того, как это произошло Я не почувствовала никакой великой скорби Являясь чистым преданным Понимая, что душа, она бессмертна Лишь только тело Тело мы меняем с жизни в жизни Но душа бессмертная Мы вечно, вечные и бессмертные Поэтому совершенно бесстрашно Шинара Дариджи решил, что с этого момента Он даже не пригласился к матери К телу матери Не совершил специальные обряды Шратху и так далее Он даже не обернулся И он, не думая о том, что в лесу Там же находятся дикие животные, змеи, львы Он не испытывая никакого страха Он отправился в темный лес Со всем мальчиком И сел под дерево Рядом находился пруд с чистой водой Он испил воду Он сел под дерево Далее он рассказывает Шивя Садеву И начал медитировать на лотосные стопы Господа И после медитации Повторяя постоянно мантру Которую дали мне святые Я обрел Даршана Самого Господа Лишь только на мгновение Господь явился перед моим взором Всего лишь на мгновение И затем Он исчез Он начал плакать В состоянии большой скорби Он обратился О мой Господь Когда же я снова смогу увидеть Твой прекрасный образ Затем небесный голос превозгласил В этой жизни Этого больше не случится с тобой Лишь только в своем следующем воплощении Это будет возможным И Шинара Дариши Он дает наставление Шивя Садеву Каким образом Ученик Он должен служить Духовному учителю Вашнавам Постоянным образом Очень истинно и смиренно Тогда Господь Он будет очень доволен И Он обязательно дарует Свою особую милость Он дарует Свой Даршан И Шинара Дариши Он покинул это место И продолжая говорить об этом Шивя Садев Он вошел По милости Духовного учителя В транс И начал созерцать Духовный мир И все что он видел Затем это Воплотило Шима Бхагалатам Я не могу Я себя не слышу Когда я принесла Шевер Бхагалатам Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Махарадж вместе с другом, которым он приехал, они первые, что они услышали Харикатхуа, Пакти Прагьяна Кешева, Гасаи Махараджа. Они были очень довольны приемом, и эти первые впечатления, которые остались, они были незабываемы. Он сказал, что каждый месяц я буду присылать вам денежные пожертвования. Один рубль, даже пять рублей, пять рублей, это были большие деньги в то время. И с этого момента они, продолжая слушать Харикатху Ачилы Прагхупады, когда он слушал о том, что эта человеческая форма настолько редкая, и Господь дарует такую возможность. И вы не должны терять одно мгновение, сейчас же, с этой минуты, отдайте себя на служение. Харикату Ачилы Прагхупады, если вы думаете сделать что-то завтра, сделайте это сегодня. Если вы хотите что-то сделать сегодня, сделайте это прямо сейчас, не откладывая ни одного мгновения, на потом. Иначе может быть поздно. И в такой лекции, в которой Шила Прагхупада начал рассказывать о том, что существует Гаудия Матв, в который можно приходить для того, чтобы серьезно заниматься практикой. И поэтому Шила Прагхупада, он не сказал, чтобы он оставил свою работу одновременно, ну сразу же. Он подумал, что 5 рублей, которые он посылал каждый месяц, они были в то время такой поддержкой для храма. Для храма. Но это так считали Барамачари. Но Шишин Бат, Шила Прагхупада, он был настроен на то, чтобы он пришел и находился в Матхе. Почему? Потому что Господь настолько милостлив, что он никогда не оставит преданных, которые желают служить ему без всяких средств существования. Ве Шишин Матбахи Брайяна Кишакаса Махач, он оставил очень богатую семью. Он родился в семье землевладельцев. И также он был очень образован. Он имел все, что необходимо для того, чтобы жить в материальной жизни. А он это все оставил. И он пришел в Матхе. И в каких условиях. Иногда не было достаточно риса даже. Иногда собирали какие-то растения, из которых делали сабджи. Типа шака, что-то такое. Мой гуру Дэв, Шишин Матбахи Ширу Псидханте Гасаи Махач, он тоже пришел из очень обеспеченной семьи. Очень образованной. Но он отказался всего. Он с большой любовью принимал просад и был полностью удовлетворен. А Шишин Матбахи Ширу Псидханте Гасаи Махач, они пришли из очень высокобрамманической семьи. Были очень богатые. Но что они сделали? Они все ставили и совершали баджан, находясь под деревьями. Каждую ночь они меняли деревья. И таким образом они жили в оврентаване. И каким, то есть какими, как Шишин Матбахи Ширу Псидханте Гасаи Махач, каким он совершал аскезы, почему, мы знаете, в Матхуре было недостаточно электричества, а вот в это палящее время, зноя, в середине лета, когда не было никакого электричества, никакого электричества, как это непросто было находиться в таких... И мы... То есть каких... Сейчас Приджи Павла Чедра Махач говорит, это так же, как и в Рупасанат, они тоже... Сейчас, как бы, есть все условия для того, чтобы, как бы, чувствовать себя более комфортно. Но раньше это было очень трудодостижимо. Было очень много аскез связанных. И для преданных, которые находились в Матхе, И несмотря на это, Брамачари совершали очень строгое садана баджан, и поэтому так же Бхакти Ширу Псидханте Гасаи Мухарадж, он так же относится к этому категории, который имел очень такой... Он был очень искусен во всех разных служениях, в особенности, когда он собежал пожертвования, одновременно с этим проповедуя повсюду славу своего духовного учителя и принципа Бхакти, то, что принесший читание Махапрабу. Он постоянно поддерживал финансово, очень поддерживал Матх, когда он оставил работу и начал жить в Матхе. Бхакти Саранга Гасаи Мухарадж, он сказал однажды... Однажды он пришел за пожертвование к одному очень скупому человеку, но когда он начал объяснять ему, рассказывать нектарную хрикадху, он был вместе с Шабах Бхакти, с Шакшидаром Гасаи Мухараджем вместе, и вот этот скупой человек, который был большой бизнесменом, он пожертвовал 500 рупий для поддержания Матха, что в то время оказалось... оно на самом деле было очень большой суммой. Однажды в Матхуре, там, вы знаете, Холли Гейт, там, где очень много магазинов, где продовольственных магазинов, где бизнесменов в действительности. Он, знаете, что делал? Иногда он представлял из себя, что он как бы тот, кто собирает налоги. И почему? Потому что вот эти продавцы, они никогда не хотели платить, платить никаких налогов, и скрывали свои доходы. И поэтому он в виде этого собирателя налогов приходил в эти магазины, и все уже вокруг знали об этом. И когда он приходил, и они все, и они все, как бы сказать, жертвовали очень большие суммы. Все как бы боялись, потому что они никто не платили, никакие таксы. И когда они собрались, он сказал, что я на самом деле не являюсь, я не являюсь этим инспектором, который собирает налоги. Просто мой курдек послал меня собирать бикшу из-за того, что сейчас в Риндаване Парикрама. И очень много людей приехало для того, чтобы поддержать врача Мандала Парикраму. Мне нам нужны хоть какие-то маленькие финансовые возможности, чтобы мы могли покупать рис, масло и так далее. И тогда, когда эти все продавцы собрались, услышали, услышали то, что он сказал, и сказали, не беспокойся, не только во время врача Мандалы Парикрама. Мы будем в течение длительного времени снабжать вас необходимым для того, чтобы вы поддерживали жизнь Мадхи и, как бы сказать, служили, предлагали все, что мы даем Господу. Вот. Это было такое маленькое. Одна года в моей поре когда он жил в читании о Гауде Мадхе, кто-то пришел, очень кто-то много пожертвовал риса, сахара, кто-то послал вместе с письмом эти продукты в Мадхе. и когда это все принесли, и также очень много этих преданных, преданные были очень удивлены, сколько много всех пожертвований прислали в этот момент в Мадхе, и все были удивлены. и сказали, может быть, кто-то кто-то из... может быть, кто-то это пожертвование, и брахмачары не могли поверить. И вот, ну, то есть, это было далее продолжением то вот этой истории. То есть, когда он, Бхактир Сарангагасвайи Мухарадж, он проповедовал, и он, и он, он брал такси даже, такси, тогда это было, и он очень был хорошо одет, и у него была специальная такая книжечка в руке, в руке, где он записывал все, и он очень серьезным образом, очень официально, и он занимался, почему-то, что он ходил в разные учреждения, и он выглядел очень, как бы, достойно для того, чтобы собирать пожертвования, которые были необходимы, и проповедовать, что являлось также очень важной целью его, его проповеди. Иногда он приходил, как-то сказал, один бизнесмен сказал, у меня нет времени, у меня нет времени, я могу тебе какое-то пожертвование дать, у меня такой большой бизнес, у меня нет времени с тобой говорить, я могу тебе дать пожертвование, но у меня нет времени, на что остальное. И тогда он сказал, хорошо, если у тебя нет времени на Харикадху, не хочешь слушать, тогда я не хочу принять от тебя никакого пожертвования На следующий год он проезжает мимо этого места, он подумал, год назад я сюда приходил, я хотел бы посмотреть, что происходит теперь здесь После того, как год прошел, он пришел и увидел, что где был бизнесмен, все было пусто, никаких рабочих, никого не было И сейчас все пусто, здание пустое И он увидел там недалеко одного мужчину, который продавал одежду И он спросил его, этот мужчина спросил, вы что здесь ищете? Он спросил, да я в прошлом году, Бхакти Сарангагаса ему хорошо сказал, я в прошлом году приходил проповедовать одному бизнесмену У него не было времени, чтобы услышать Харикадху А теперь что случилось? Что произошло в течение года? И тогда этот мужчина сказал, я этот тот самый бизнесмен, который отказался слушать Вы знаете, бизнес мой разрушился, и я все потеряла У меня тогда не было времени, чтобы слушать Харикадху Но сейчас у меня очень много времени, пожалуйста, милостиво сядь и расскажи мне Харикадху Пожалуйста, все, что ты, о чем хотел мне рассказать в прошлом году И потому что, если хотите обрести милость святого Это в действительности Когда он пришел к этому бизнесмену В действительности, сам Господь освободил этого человека От того, что мешало ему в действительности начать духовную жизнь И поэтому все приходит согласно места времени обстоятельствам И это не случайно произошло Как Господь тот, кого он желает принять в качестве своего чистого преданного Он лишит его всего Он разрушит ему все препятствия, которые мешают ему встать на путь преданности И мы знаем много случаев тому Как Господь, по его милости, происходят совершенно удивительные вещи Например, если тот человек, который потерял деньги Например, находясь где-то И он потеряет все свои деньги, бизнес То тогда семья откажется И также друзья не будут так его уже приветствовать, как раньше И даже некоторые, они даже, видя его Они изменят путь, чтобы не встречаться с ним и общаться И вот в этом состоянии, находясь, этот бывший бизнесмен Пережив это все Он был уже готов смиренным образом слушать И когда Вактисаран Гасаи Махраш сказал, что в конце концов Джива, которая постоянно блуждая из одного рождения Переживая этот самсару, этого материального существования И в однажды, в конце концов, по милости Господа Он приходит в общение со святым И обретает семья Бхакти, Бхакти Латта Бич Которая в действительности позволяет ему, в конце концов, достигнуть Конечной цели человеческой формы жизни Он говорил Говорил, что варна-шрамат-харма Система, которая Она существует для четырех варна Или это то, что должна обрести Это подшая душа, которая, следуя правильному предписанию варна-шрамат-хармы Она могла не отклониться И хотя бы, по крайней мере, следовать духовным принципам Но это на самом деле, это как бы временная дхарма Но истинная дхарма Саната-нат-харма Каждая джива этого материального мира Являясь нитья Нитья вечной слугой Господа Это Почему? Потому что Рождаясь, воплощаясь в различных В различных воплощениях Кто на самом деле Является нашими истинными родителями Кто-то Если спросит Кто является вашим Матерем, Отцом Один 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 преданный Который хотел обрести Вот это С наступы духовного учителя Пришел к нему Он спросил Кто ты? Кто твой отец? Мать И тогда он пошел и спросил Мать Мама, кто мой отец? И мама ответила Я была очень греховна Я даже не знаю Кто является твоим истинным отцом Потому что я Бела этот Была женщина легкого поведения И тогда Этот преданный Он пришел И сказал Гуру Деву Гуру Деву Я не знаю Я не знаю Кто является моим истинным отцом И тогда Гуру Он сказал Ты являешься истинным браманом Потому что ты управдив Поэтому ты можешь следовать качествам брамана Как, например, здесь собрались, например, многие из различных каст Гуру Деву Он дает дикшамантру Он дает нам Гуру мантру Гуру гаятри Гора мантра Гура гаятри И так далее Кама гаятри Он дает нам дикшамантры И также дарует нам новую жизнь С помощью яги И он освобождает Очищает нас Дает браманический шнур С помощью которого Кто поклоняется Кто может поклоняться Такурже По ведической культуре Это может делать только браман Но вне зависимости Кто находится И кто из кастри Кто к ваше Кшудрам Но с помощью То, что устанавливал Шила Прабхупада Эту теорию Что Что это независимость От касты Принадлежности Каждый, кто стал На путь Служения Господу Обрел дикш И также Он уже квалифицирован Квалифицирован Поклоняться божествам Поэтому Смарта Браманы И другие Очень критиковали Шилу Прабхупада За эту теорию Они говорили Что это только Браманы Они только Квалифицированы Совершать поклонения Когда Шил Бхакти Прагьяна Кешега Сами Махарач Установил Дивананда Гаудия Матха В Навадвипе Один Бабаджи Он сказал Твой гурадачи Шил Мат Бхакти Сансиди Прабхупада То, что он сделал Никто Был вне состоянии Сделать это Никогда Никто не мог Вот таким образом Отвергнуть Варажному Адхарму И прийти К этой теории Того Что Каждый Может Заниматься Преданным Служением Служить Божеством И так далее Не в зависимости От касты Они Те Кто Обретает Дикши Мантры И получает Брамманический Шнур Он Он Достойный А в особенности Вы знаете Западные Преданные Которые С детства Они не следовали Четыре Принципа Являлись Мясоедами И так далее Даже для них Шишимат Шила Прабхупада Шишимат Бхакти Сансиди Прабхупада Они Даровали Даровали Возможность Даже находясь В этом обусловленном Состоянии Которые Находятся Многие На западе Даровал Шанс Для них Также Следовать Следовать Принципам Бхакти Поэтому Это Вечная Заслуга Шишимат Бхакти Ситхан Сарасвати Прабхупада Его учеников Шишимат Бхакти Шаран Гагас Мухараджи Бхакти Ракшаш Идара Мухараджи Шишимат Бхакти Прагья Накеш Гагас Мухараджи И другие Они Также Нашли Очень много Подтверждений Которые Находятся В Пуранах И так далее Которые Вишвамютра Например Которые Или Кто-то Они были Они Никто Не Был Из Браманической Семьи Они Нашли Очень Много Подтверждений Которые Может быть Раньше Не Замечались Они Никто Не Были Эти Святые Они Не Были Из Браманической Семьи Это Качества Если Качества Можно Проследить Того Кто Родился В другой Касте И Он Эти Качества Использует Для Служения Господу То Тогда Он Является Истинным Браманом А Кто Браманической Семьи Родился Но Он Не Следует Браманическим Качествам То Он Является Истинным Шудрой И Поэтому Они Предложили Очень Много Шлок Из Бхагавадгиты Шимат Бхагаваттам Испуран И Другими И Те Которые Являлись В оппозиции Когда Не Слушали Эту Проповедь Которую Которую Говорили Шимат Бхагаваттхи Прагьяна Кеша Гасай Мухарач И Другие Ученки Шимат Прабхупада Нечего Было Сказать В Ответ Бхагаваттхи Шаран Гасай Мухарач В окружении Других Своих Духовных Братьев Хотя Они Пришли Из Браманических Семей Очень Высоко Образованные Они Полностью Приняли Концепцию Своего Духовного Учителя Широко Проповедовали Ее И Аргументировали И таким Образом Разбивали Ложную Концепцию Оппозиционных Оппозиционная Партия И Поэтому Они Говорили Вы Хотя Они Хотя Они Они Также Это Служение Которое Казах Широко Прабхупаде Оно Совершенно Безграничное И Не Имеет Никакие Сравнения Являясь Для нас Лицотворенным Примером Истинного Духовного Ученика